Друзья, я начну с того, что скажу вам, что я не профессиональный спикер, не супер педагог, но я достаточно хороший маркетолог. Поэтому я могу запинаться, терять иногда мысль, периодический акет. Но главное, чтобы вы уловили суть. Я сам не блогер, но я взаимодействовал с любым блогером, которого вы знаете. Ну, с самым топовым. От Макса 100500 до Сындука и Академика, всего что угодно. Любые блогеры. Я знаю, как они работают, как устроена вся эта внутренняя кухня. Собственно, с темой моего рассказа вы уже прекрасно справились. Каждый из вас блогер. У каждого из вас есть страница в соцсети. Каждый из вас рассказывает что-то друзьям. Но я уверен, что вы хотите чего-то большего. Потому что блогер – это одновременно и профессионал в своем деле, и очень классный журналист. Притом, журналистские навыки нужны абсолютно в любой сфере блогинга. От авто до подбора видосов и разных компиляций. У блогинга есть основные составляющие. Составляющие вашего роста. Это нужно, опять же, не только в блогинге. Это и в производстве видеоконтента, и в производстве там разных спецпроектов. Первое, с чем вам нужно разобраться внутри своей головы – это тема. Вам нужно выбрать тему. Никому не интересно наблюдать за тем, как вы едите. Если вы хотите стать там популярными, более-менее известными, вам нужно быть понятным любому слою общества. Вот в этом мы пересекаемся как бы в темах с Артемом. Тема – это стратегия. Тактика – это идея. У вас должны быть свои фишки. О том, что это за фишки могут быть, я расскажу чуть позже. Это основа для сценария. Это хронометраж. Хронометраж – это продолжительность видео. Если вам будут какие-то непонятные мои слова, чтобы вы не засыпали, у меня есть просто профдеформация. Мне кажется, что вы знаете, что такое хронометраж. Такие базисные для меня вещи. Но неудивительно, если вы их не знаете. Поэтому спрашивайте. Перебивайте меня. Я не учитель. Не буду вам двойки ставить, звонить родителям, жаловаться на вас. Поэтому перебивайте. Сценарий. Сценарий нужен для любого вида контента. От текста, потому что в начале составляется всегда синапсис, до спецпроектов, видео, радиоформата. Сценарий лучше писать вообще всегда. Это как ваш план на день. В съемке вам поможет Давид. Я не буду остановиться сейчас на этой теме. И продвижение. Продвижение будет у нас как бы последним блоком. И это самое, наверное, интересное и то, что вам нужно. Тема. Первое – снимай то, что тебе интересно. Нельзя заставлять себя там мучить. Вот производство блога, производство любого контента – это не должно быть пыткой для вас. Вам должно это нравиться. Потому что иначе вы уже на пятой, десятой итерации, итерации – слово, которое вы вряд ли знаете – это множественное повторение одних и тех же действий. На пятой итерации производства контента вы уже возненавидите все. Хотя в начале глаза у вас будут гореть. Так всегда. Второе – делать хайповый контент можно либо в начале для наработки аудитории, либо его лучше не снимать вообще. Никому не интересно, как вы в миллиардный раз прожигаете что-то стальным шаром или режете раскаленным ножом. Это туповато, скучно и уныло. Сейчас мы вот живем в такой период, когда хайпового контента в принципе не существует. Вот раз в несколько месяцев образуется некий вакуум. И как раз скоро, после Нового года, появится какая-то новая движуха, ее нужно будет вовремя заметить. Если вы хотите свой блог продвигать, вам нужно будет наработать некоторую лояльную аудиторию, и вот это можно как бы сделать таким хайповым контентом. Но останавливаться на нем нельзя. Нужно делать интересную вам историю. Только когда история интересна вам, она будет интересна другим. Иначе никак. Только трудолюбие и усердие помогут тебе, юный падаван. Это вообще важная штука, потому что даже если вы делаете интересную для вас вещь, через полгода она надоест. Сто процентов. Но если человек подписался на вас, на ваш контент, он начал вас узнавать, значит он хочет, чтобы вы продолжали это. Вот, например, там кто-нибудь знает шведского блогера PewDiePie? Кто там? Да, молодцы. Он долгое время снимал только летсплеи. Я подписался на него только из-за летсплеев. Потом мне чуть надоело, и он переначал формат. Я посмотрел, и мне дико не понравилось, что он делает. Вот. Но потом как бы опять зашло. Вот. Так что будьте усердными. Просто иногда стоит сделать усилия над собой, даже если тема нравится, она надоедает, проедается. Дальше. Научитесь бороться с комплексами. Каждый человек... Я вам сейчас объясню на пальцах. Прямо в прямом смысле. Каждый человек состоит из своих плюсов и минусов. Вместе они вот такая целостная личность. Если вы уберете свои минусы, попытаетесь их скрыть и замазать, останется только половина того, что у вас есть. С ними, конечно, стоит как-то не то чтобы бороться, а видоизменять. И не стесняйтесь того, как вы выглядите там физически. Например, вот Джарахов, мелкий карлик, он превратил это в свою фишку. У вас тоже есть фишка, то, чего вы боитесь. Не знаю, там, прыщи на лице, лишний ваш вес, все что угодно. У всех есть какие-то физические дефекты, которые вас как-то стесняют. У меня, например, это родинка. Я ее вот терпеть не могу, но эта фишка, это моя фишка. Ни у кого такой нет. Вот, я ей горжусь. Там Хованский, Ларин, Картавит. В общем, у вас у всех есть какие-то минусы. Не бойтесь их. Сделайте это просто частью себя и своего личного бренда. Дальше... Ты хочешь что-то сказать? Нет? Нет? Ну, я сюда поставил не просто так чувака из «Тетради смерти», потому что это очень хороший сценарист. И сценарист, который это писал, вообще вот сценарий, он гений. Рецепт крутого сценария. Я не буду давать какие-то инструменты, как написать сценарий. Это большая и долгая работа, которую все равно я не смогу сделать за четыре дня, потому что этому учат на протяжении лет четырех. А я вам дам какие-то вводные, которые вы еще неправильно поймете. И в итоге у вас будет неправильная каша. Вы должны это как бы сами поизучать. Я просто дам как бы некоторые направляющие вводные. Первое в сценарии, что должно быть, это актуально. Никто не будет сейчас смотреть ролики про Украину, Майдан там, например. Это уже не актуально. Нужно выбирать какие-то новые, свежие там форматики. Сценарий должен писаться быстро. Максимум на изготовку сценария – это один день. Вот. Иначе вы просто будете отставать от трендов. Кратко. В идеале ваш ролик должен занимать не больше семи минут. Мы сейчас двигаемся к… информация двигается все ускоряющимися темпами. Вам нужно научиться преподносить инфу максимально быстро, в максимально сжатом объеме. Но при этом, чтобы она была иногда метафорична и красиво, и лаконично встраивалась в ваш контент. С неожиданным финалом и колкими панчлайнами. Посмотрите ролики Руслана Усачева. Вы поймете, о чем я. Он всегда делает новости кратко, сжато. Делает быстро и по Станиславскому. По Станиславскому – это значит, там, семь секунд. Семь секунд один кадр – это максимум. Дальше человек начинает уже терять внимание. Никогда ничего не снимайте без сценария. Не снимайте, не пишите, не говорите без сценария. Это будет смотреться всегда глупо. И если вы не хотите прослыть каким-нибудь зашкварным блогером, типа этого, который забыл, как его зовут. Но это не важно. Это не важно. Обязательно почитайте две книги. «Идея на миллион долларов». Прямо обязательно к прочтению. Она называется как бы немножечко устаревшим таким термином. Мне не нравится само название. И книга Ильяхова. Я не знаю, как Артем к этому отнесется. Ты как к Ильяхову относишься? Никак? Здорово. Пиши, сокращай. Это… Отличная книга. Да. Отличная книга. Обязательно. Вот эти две книги… Если хотите стать журналистом, она должна быть у вас на столе. Вот эти две книги, они прямо обязательны к прочтению. Но это уже когда вы уедете отсюда, чтобы вы как-то развивались дальше. Еще одна важная мысль – писать сценарий должен один человек. Если это начинают делать много людей, это как в любви. Там должно быть всего двое. Идея не родится у вас без любви. Это важно там понимать. Есть только вы и идея. Третьих там быть не должно, иначе это любовный треугольник получается. Она не будет целостной и комплексной. Дальше. Медиаплан. Самая классная штука, которая отражает медиаплан – это всем знакомый вам школьный дневник. Вот. Что такое медиаплан? Это вещь, которая позволит вам структурировать ваш контент. Ну, вот как в дневнике примерно. Понедельник. Так, сегодня я снимаю летсплей. К примеру, первое там. Потом делаю пост в инстаграм. Потом пишу про, не знаю, про бьюти. Где-нибудь от лица вообще другой там, другого персонажа. Вот. Примерно вот такая вот структура. Там должна быть предмет. В качестве задания там должна быть тема. Оценку, ну, поставьте себе сами, когда уже будете вот со сценарием сидеть, перед тем, как выложить. Оцените его, подумайте, хотел бы я такое смотреть или нет. Вот. Сложно ли его делать? На первых порах будет казаться, что это сложная, нудная, никому не нужная работа в моей столь творческой профессии. Но со временем начнете понимать, что эта вещь нереально экономит ваше время. Потому что вам не нужно думать над тем, что вы сделаете следующим. Вы выделяете час своего времени, придумываете, накидываете идейки для своего медиаплана, заносите их туда и в течение недели снимаете. Делаете на неделю. И вообще это очень полезная штука немножко планировать. Не только в блогинге, там, это и в маркетинге, и вообще везде, там, в журналистике, что ни возьми. Планировать это здорово. И вовсе не скучно. Делаете это просто креативно. Вот. И самая, наверное, вообще любимая для вас тема. Мы, может быть, даже попробуем с вами немножко заработать на ваших... А, я не буду спойлерить. Окей. Основные каналы заработка блогера. Вот вы, когда раскачаетесь, пройдете мою мастерскую, вам это будет прям совсем очень интересно и актуально. Первое, это... Вы знаете сами какие есть каналы? Да. Вот. Точнее. Давайте. Как блогер может заработать? На просмотрах. Реклама. Да. Реклама. Ну, реклама, окей. Монетизация. Да. Монетизация. Ну, монетизация. Ну, монетизация. Например, справедничество, реклама какая-то. С какой-то бизнес-сайтом или даже компанией. Молодец, продолжай. Монетизация. Молодец. Молодец. Да, ладно. Да. Это не так. Это не так. Нет, это не так. Так, короче, записываем встроенная монетизация. Что это? Ну, это AdWords. Это что? AdSense. Это что? Это желтенькая вот такая вот полосочка перед роликом, которую вы можете там пропустить, скрыть. Это то, что блогер не встраивает сам, он там дальше интеграции. А это как она настраивается? Это, в общем, нужно зайти в личный кабинет Google AdSense и там завести свой аккаунт. И просто в каждом видео, там рядом с видео есть такая кнопочка с долларом. Вы нажимаете эту кнопочку и получаете свои небольшие дивиденды. Google AdSense регистрируется, когда у тебя уже есть канал на YouTube, да? Да. Ты еще регистрируешься на Google AdSense? Да. Так правильно пишешь? Да. И в нем там ты увидишь эти настройки. Вот прямо здесь уже внутри ты... Да, да, но... Своему видео это поставишь. Да, но можно только с 14 лет. Вот, это важный момент. Просто попросить своих родителей там, если что. Это несложно, я думаю, они вам не откажут. Я думаю, что здесь большинство есть, да, наверное, 14? Да? Всем есть 14? Нет. Нет. Ну, тогда нужно попросить соседа, которого 14. Да. Так. Окей. Дальше... Как здесь идет оплата за количество показов и рекламы? Она... Да, за количество показов, либо за количество кликов. Там зависит от типа ролика. Ага. Вот. То есть, к любому своему видео, которое я буду в YouTube, или с какого-то определенного момента, с какого-то количества популярности? Или у меня три просмотра на видео... Можно с трех просмотров подключать... Ребята, все здесь, все слышите? Да. Как только вы сделали свой канал на YouTube, вы зарегулили на первые видео, и даже если у вас там три с половиной просмотра всего, уже может работать Google Adsense, и можно зарабатывать деньги на показе рекламы внизу, и у вас ваше видео есть несколько секунд, которое идет на рекламу. Понятно? Так. Дальше. Самый основной вид заработка – это интеграция. Интеграции бывают несколько видов. Вообще, что это такое? Это когда бренд приходит к блогеру, иногда и наоборот, блогер приходит к бренду с идеей. Бренд приходит к блогеру, в общем, они как-то коммуницируют, и это все встраивается нативно. Это слово, которое я сейчас тоже поясню. Нативно в видеоролик. То есть оно похоже как бы на контент обычно, кроме там преролов и постеролов. Так. Это всегда с брендом, да? Да, это всегда с брендом история. Всегда речь идет о нативной рекламе. Да. Что такое нативная реклама? Давайте я вам покажу. Я подготовил несколько роликов, которые нам сейчас помогут. Поддержка блогера? Да. Я сейчас покажу примеры хорошей нативной рекламы. С брендом. Так. Это ролик, который мы делали с индуком. Вот. Вот. Это для нашей компании Skillbox. Запускай. Привет, голый петух. Это привет 2017-й. Горь петуха. И это ты делал целую неделю? А вы думаете, не так это так просто? И я скажу тебе, что я думаю. Хочу так, дизайнер, тоже страшнее не жду. Теперь необходимо лишь одно могу. Желательно встретить, привыкать к голову. Желательно приобрести, будешь и свою ворту. Желательно приобрести, будешь и свою ворту. Желательно, безразумный, 100 калорий. Слушайте, что я могу. Угу. Ой. Ой. О, Бог! Слово в создации за пультура месяц. Сроки не нужны, сроки лишь пресса. Просто встали тебе и смогу клювей. Слышим, готовим свои несколько людей. Комикстас! Вот и стас! Твой дизайн — это экстаз! Хоть сельётся, кроечесе вас! Всё от нас! Выживас! Кто мне станет, как родостас? Раз, только не дурьёт, прекрасный день! Нет, это был заказ! Но есть шансы изменить, что Китай – вошли, расстюди, сарежные кормушки. Уголнять мир, а в устье не влияет, доискилок и в курсе, не давать волшебцы, даст, заставить плавные курсы. Кэлбурт, пугай, на суток, на суток! На суток, на суток, на суток! Кэлбурт, пугай, на суток! На суток, на суток! Вот. Вот, это наша… Теперь ловим тишину. Это компания, для которой мы это все производили. Так. Сидбокс – это одна из самых популярных в России образовательных платформ, где учатся дизайнеры, программисты. Вам будет подарок от них, я это все чуть позже озвучу. В общем, это пример достаточно удачной рекламной интеграции у блогера. Когда все встроено в контент, подано в стилистике блогера, это иногда может быть и с нецензурщиной, с кабрезностями и так далее. Если это хорошо встраивается в контент, то почему бы и нет. Так. Меня кто-то хочет спросить, нет? Мне показалось. Вы понимаете, сейчас нет еще фишка нативной рекламы? Вот такой достаточно яркий пример, он мог забрать наше внимание на свою эксцентричность. На самом деле, в смысле нативная реклама, откуда это слово «натив». Как вы понимаете сейчас? Есть кто-то понимает, что такое нативная реклама? Натив? Да, натив. Что это значит? Естественно, не наличие. Да, естественно, не наличие. То есть, ну, есть, например… Кто знает, что такое product placement? Это статка проекта, когда он как бы не выделяется особо. Ну да, то есть, когда, например, мы смотрим кинофильм или там еще кто-то, что-то, и просто я иду в эту кепку, да, и просто я иду, такой, что-то, как в глазку цветите, давай, то есть я не говорю… «Эй, блядь, смотри, как классные кепы, иди там, 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 иди там». Нет, я просто не прошел на product placement проект за то, чтобы оказаться внутри, в этой ненавязчивой рекламе. Нативная реклама чем-то похожа на product placement. Но это совершенно разные вещи. Но немножко другая штука. Сейчас вам объясним как. То есть, условно, блогер ведет свою блогу, у него свой контент, он не создает рекламные ролики. Он свой контент, свои стилистики, здесь мы увидели вообще очень такую своеобразную стилистику. Вот, может быть, любой другой блогер, который, как обычно, сидит за столом и делает обзор игр, условно. И мы, вместе с ним, что значит интеграция? Послушайте. Что значит интеграция? Это значит, что бренд не просто пихает туда заставку свою рекламу внутри этого блога, а он придумывает вместе с блогером, как креативно, ненавязчиво, не ломая его основной контент на политику и его основной сосуд, который все строит. Как туда интегрирует вспоминание своего бренда? Чтобы это произошло, как бы ненавязчиво, не как и то, что всех отражений в рекламе. Когда ты понимаешь, о, все понятно, пошла реклама. Сейчас он начнет портовально, что-то затирать, ему за это явно заплатили. Чему я должен этому верить? А когда это происходит, как-то вот, приведи какой-нибудь пример такой более, ну, какой-то такой совсем простой по нативке. По нативке. Еще проще? Еще проще. Артем, есть у тебя какие-нибудь правильные опасные примеры нативной рекламы? А, есть. Да, у меня есть. У меня есть. Ну, например, тесты про Москву, но в некоторых листах вставлены очень аккуратно рекламу какого-то строительной компании. У меня есть один пример у блогеров. Я не уверен, что, не уверен, что буду его показывать, я предложу вам его самостоятельно посмотреть. Это ролик у Дани Поперечного радиоактивные бицы, по-моему, радиоактивные наушники блогеров. В этом видео он рассказывает про скандал с этими радиоактивными наушниками и в конце встраивает вот такую вот рекламку, которая хорошо встраивается в контент. Она гармонирует и не конфликтует с контентом. Это видеоподкаст, честно говоря, всё, не смеюсь я. Если вы вдруг хотите купить техники, которые не прикончат вас извлечение, то заходите на сайт gp.ru, это один из крупнейших интернет-магазинов. И у них сейчас идёт распродажа коню Святого Валентина с 18 по 25 января. Там просто баснословные скидки с бесплатной доставкой. Можно купить то, чего хотели, с большущей скидкой. Простите, да, я поэтому не хотел показывать. Но вы же знаете, все поперечные, и слова вы все эти прекрасно, конечно, тоже знаете. Знать можно, употреблять не надо. Давайте вернёмся к презентации. Я хотел... Спасибо. Да. А вот скажите, пожалуйста, а тот формат, в котором вкладывается интенсивная реклама встраивается конкретный продукт, это идея блогерская или идея маркетингового бренда? Обычно это блогерская идея. В 95% случаев. Потому что как в основном строится коммуникация? Бренд приходит не к блогеру, бренд приходит всегда к агентству. К какому-то. Это, собственно, как бы большой минус нашего рынка рекламы, потому что было бы лучше, если бы это всё как-то инхаус развивалось, чтобы каждый бренд строил агентство у себя внутри. Но в итоге получается, как бы, в основном люди, которые мало понимают в продукте, идут людям, которые мало, ещё хуже понимают в продукте, и частенько реклама выходит очень-очень посредственной. То есть в коммуникации строится вот бренд-агентство, агентство-блогер. И обычно вот эту самую рекламу продумывают не бренд с блогером, а бренд с агентством. Окей, поехали дальше. Я постараюсь сейчас побыстрее закончить, я ускоряюсь. Что нужно делать, чтобы стать популярным? Это простые вещи, как бы, слагаемые вашего продвижения. Самое главное, вот то, чего я не стал здесь писать, потому что это такая банальщина, про которую уже много раз говорили. Это качественный контент. Вот. Без качественного контента вы можете вложить хоть гору денег, хоть там массу своего времени, но никто вас не будет смотреть. Я знаю примеры множества каналов, на которых видео, наверное, за тысячу залито, и у них меньше там 200 подписчиков, потому что они никому не интересны. Самое главное, ну, качественный контент. Об этом можете где-нибудь там в интернете посмотреть, я попробую на других вещах сконцентрироваться. Первое – оптимизация. Оптимизация – это грамотное заполнение заголовков, описаний и тегов. Я почему-то сконцентрировался на YouTube, но эта вещь важнее даже, скорее, в SEO, как бы, при журналистике, когда вы ведете какой-то текстовый блог. Вот. Но на YouTube это тоже важная вещь. Один из лайфхаков – это чтобы словосочетание из названия видео было и в названии, и в описании, и в тегах. Теги писать нужно не раздельно, а там по запросу. Ну, например, у вас блок про строительство, и вы решили рассказать, как вы кладете паркет. Вот. Собственно, запрос должен быть такой – как класть паркет. Вот вы пишете и в заголовке, и в описании, и в тегах то же самое. После этого, я сейчас сразу перепрыгну к четвертому пункту, он должен был быть, по идее, вторым. Нужно перейти к посеву. Посеву за деньги вы пока не готовы. Скорее всего, у вас их не так много. Посев. Посев – это когда ты распространяешь свой ролик, не ролик, а контент, на популярных площадках. Вот. Ты максимально широкой аудитории начинаешь заявлять себе. Посев за деньги, я расскажу сначала о нем. Это размещение в сообществах в ВКонтакте, это размещение в Фейсбуке. Отчасти можно сюда впихнуть и таргетированную рекламу, можно продвигаться на самом Ютубе. Можно сделать так, что монетизация будет вам оплачивать ваше продвижение через связку AdSense с AdWords. Также можно разместиться на популярных площадках типа Пикабу, закрепить свой ролик. Но это скорее трафиковая история, вы получите скорее просмотры, нежели подписчиков. Есть посев еще бесплатный по тематическим форумам. Когда вы определились с темой, это важно определиться с темой для посева и получения последующих подписчиков. Есть тематические форумы, тематические сообщества. Вы можете отправлять свои видео админам, вы можете с ними общаться. Самое главное, самое сложное, это набрать свои первые 5-10 тысяч подписчиков. Дальше пойдет легко. Дальше вы сможете делать вот то, что указано вторым пунктом, это коллаборация. Если у вас уже есть 10 тысяч, вы можете идти на контакт к блогеру, у которого их 20. И он с вами согласится. Главное, чтобы тематики были похожи. Ну, по крайней мере, чтобы аудитория была похожей. Коллаборация – это взаимодействие двух сущностей. Бывают брендовые коллаборации типа Суприма с Джорданом или еще с кем-нибудь. Бывают коллаборации людей, художников типа Покрас Лампас, коллаборируют с испанским каким-то художником. Бывают блогерские коллаборации. Это когда вы вместе снимаете совместный ролик и выкладываете его на более крупный канал. И потом снимаете ролик еще на маленьком канале, чтобы подтвердить то, что вы дружите, вы как-то обмениваетесь аудиторией, вы друг на друга похожи, делаете разный при этом контент, разный по содержанию, разный по подаче. Но он интересен вот аудитории. И третье – тут все вещи важные, но это, наверное, стоит выделить особенно. Потому что мы, когда говорим про блогинг, подразумеваем YouTube. Но это неправильно вообще в корне. Здесь важно и в Телеграме быть, и в ВК, и в Твиттере, и в Фейсбуке, везде. У кого нет Телеграм, устанавливайте, если есть кто-то установить. Да, надо установить. А кто подписан на какие-нибудь каналы в Телеграме? А кто подписан на СМИ в Телеграме? Есть такие? Отлично. Те, кто не подписан на СМИ в Телеграме, поищите. Особенно для вас, я думаю, если говорить про СМИ, такие российские, наиболее, наверное, неудобный язык общения, который для вас будет – это T-Journal. T-Journal, давайте. И посмотрите еще для себя интересные каналы просто по вашим, ну, по вашим личным интересам. Если говорить про СМИ – T-Journal. Есть еще Medialix – интересная штука. Медиа… Напишите, пожалуйста. Медиа… 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 Ликс. Ну, как Вики Ликс. Ну, Ле… Акс. Ле… Акс. Ну, и Медуза. Я думаю, что вам уже пора читать Медузу. То есть, понимаете, да, в чем штука есть? А… Да, не успели, да. А… 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 В данный момент каждый брэм крупный, каждая площадка, информационная медиаплощадка, и уже даже и Celebrity, которые работают со своей аудиторией подписчиков, они работают на мультиканале. То есть, если раньше самое важное место, площадка, где вся концентрация была аудитория, это был сайт, то сейчас уже люди на сайт не ходят. Мы внутри своих социальных сетей сидим основном, внутри своих чатиков, всего остального. Зачем мне куда-то ходить, браузер, друзей, интернет можно варить, ну и так далее, понимаете, да? Зачем мне идти на какую-то чужую большую площадку и разбираться в ее интерфейсе, если есть для меня привычные ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Ютуб, да? Если есть, я там, например, контент, почему бы бренду или СМИ, или еще кому-то, там и меня не прийти? А это они не делают. Соответственно, контент под каждый из этих каналов идет по-своему, то есть он адаптируется под этот канал, потому что внутри него, условно, в ВКонтакте, есть свой формат. Там есть картинка, текст короткий, да, какой-то смешной, прикольный. И что еще? Классный ВКонтакте полноценный, это какая-то интересная картинка, какой-то мемного формата. Это прикрепленный трек музыкальный, и это какой-то еще может быть текст, либо текст может быть прикол сам, зашит в саму картину. Это стандарт ВКонтакте. Все здесь? То, что так же и вы, когда создаете свой собственный блог, да, и вообще, в принципе, решаете, что да, я буду разговаривать с аудиторией, мне не что рассказать, мне не есть какие-то темы интересные, которые хотелось бы с ней, чтобы следить и стать вместе. Вы продумываете сразу, окей, вы понимаете, что вам нужно присутствовать везде. Выбираете основные, где ваша аудитория, основные каналы, где они работают, и совсем не имеет сайт. Сейчас есть вообще какая-то тенденция, проект мы называем social first, типа социальные сети вперед. Не сайты, а социальные сети. То есть расскажите мне об этом в социальных сетях, возможно, даже не сайты. Ну, знаете, лентач, например. Все знают лентач. Не все, давайте запишем. Лентач, да. У лентача нет своего сайта с лентой. Это в ВК. Это везде. В ВК, везде. Лентач. Так, друзья. Самый интересный, наверное, будет проект такой исторический, потому что он показывает вот этот вот. Все здесь? Показывает этот бренд. Есть такое СМИ лента. Сочи-горук. Слышали? Да. Раньше лентач. Это был внутренний проект ленты. Это был проект, то есть как они зашли в социальную сеть ВКонтакте, и как они весь свой контент адаптировали для нее, представили сети ВКонтакте для этого формата. Начали подавать мне в каждую контент-пределительницу как какой-то прикол, какой-то мем, с какой-то шумкой классной, с музыкой, с картинкой, с коротким текстом, и со ссылкой на полную развернутую статью на сайте, если кто-то хочет ее дальше прочитать. То есть не пытаться полотно текста всовывать туда, а вот именно этот формат. После этого в ленте произошел некоторый переворот, сменилась команда, убрали главного редактора, и команда сформировалась вокруг самого лентача, вышла вообще отдельно. То есть она сейчас не стоит в структуре самого СМИ лентуру. Я не знаю, что там на этом не менялось. И сейчас это самостоятельный проект, у которого огромная аудитория, и он никак не связан с сайтом, у них нет сайта, и он теперь по всем каналам работает. Это вот прекрасный для этого пример. Поэтому... Ну... Да, что ли? Я бы сказал, что часто бывает так, что конкретный кейс является просто судьбой одного взятого проекта отдельного. Невозможно повторить судьбу лентача. Я в этом убежден. Это пытались делать, когда лентач гремел и был самым эффективным СММом вообще в рунете, когда еще лента сама существовала, материнская издательность. Я ее веду. Все пытались подражать лентачу, делать неформальный контент, и очень многие наткнулись на шипы. Вот. Потому что ни у кого это не удалось сделать. И сложился стереотип, чтобы тебе быть эффективным в СММе, нужно быть немного таким шуточным, что ли. У меня ощущение, по крайней мере, я не говорю, работу... с опытом работы с СММом гранд-клентного СМИ, что это далеко не так. Ну, я просто хотел рекомендовать, что лентача – это скорее судьба, чем правила. Как любые песни. Я так или иначе скажу? Нет, не забывайте про то, что это «песть». Это просто случай. Жизнь. Есть вопросы? Телеграм все походим, что нужно там сделать? Зашли в Телеграм, подписались на каналы, смотрим, читаем, изучаем, как это происходит. И у вас будет задание. Это тоже можно сразу, если вы себе подписали, создать свой канал в Телеграме. Сейчас. Это будет прямо на последнем слайде. Основа. Чему нужно научиться в первую очередь? Вот вам сейчас, за эти три дня, просто нужно принять как данность. Будет получаться плохо, и важно, чтобы у вас на первых порах получалось плохо. Первое, что нужно делать, это снимать каждый день. Старайтесь снимать как можно больше контента. Не только снимать, писать, сочинять, придумывать. Это важно. У вас потом будет еще неделя на то, чтобы вы могли в этом попрактиковаться самостоятельно, а дальше начнется учеба, и вот эти вот будни не очень прикольные. Так. Второе. Нужно приучить писать сценарии и фантазировать. Это важно для тренировки вашей самой ценной для вас мышцы в мозгу. Где-то там она есть. Как можно больше всего пишите. И планируйте. Придумайте сценарий для своего ролика. Потом идите по нему. Но при этом старайтесь так, чтобы это выглядело естественно. Третье. Самое важное. Вот это слайд, который мы очень быстро пробежали, но это важно для вас, как для подрастающих личностей. Превратить свои минусы в плюсы. Стать вот... Полюбить их, так сказать. Сделайте это частью своего личного бренда. Про личный бренд я хочу рассказать завтра. Это будет небольшой блог, но он ценный, в принципе, по жизни. И... Та-дам! Маленькое задание на каждый день, что вы будете пребывать тут. Я не буду ничего проверять, выставлять оценок, но я отмечу лучших и дам им крутой подарок. Это будет курс по блогингу от Skillbox. Вы видели рекламку у Сындука. Вот. Тот, кто будет делать контент лучше всего, получит этот курс. Вот. Я думаю, что это будут три человека. Вы можете объединяться в какие-то параллельные команды. Мы разобьемся... Мы разобьемся на команды. Вы можете в рамках вот этого вот объединяться с кем-то, с кем вам кажется интересным. Главное, это чтобы вам нравилось быть в сообществе этих людей. Вот. Можете снимать самостоятельно. Может вам комфортно работать одному. Я не против. Делайте, как вам удобно. Как это делается и как я буду это проверять? Сначала пишите небольшой сценарий. Не нужно писать его там даже на полторы страницы. Полторы страницы это будет уже много. Вот. Важно писать и пытаться придумать уникальную идею. Старайтесь вот не повторять. Вот это ключевой тезис, который я хочу до вас донести. Научитесь у меня не повторять за собой. Подумайте немного над этим. То есть я никогда не повторяю то, что я делал когда-то ранее. И хочу, чтобы вы делали так же. И я не повторяю то, что делают другие. Вот. Пытаюсь делать что-то новое, свежее, уникальное. Съемка. Опять же, это к Давиду. Прям вот сейчас вот уже вот. Мы с Димой вместе будем вас консультировать по поводу создания, по поводу того, чтобы сделать правильный блок, снять выпуски там и мы еще вместе объединимся с Димой и еще вместе подгоем. Вы сможете Я не могу здесь сидеть, кто захочет, что он тоже говорит. Вы сможете всегда ко мне «Тихо!» Это конкретно вот этому самому болзливому. Сидит всю лекцию болтает. Вы можете подходить ко мне постоянно, спрашивать, как сделать правильно, как неправильно. Я не буду говорить «Уйди там, уходи отсюда». Не буду вас прогонять. Я потому что «Тихо!» Я потому что хочу вырастить, хочу, чтобы один раз вот когда-нибудь через там 20 лет, не 20, 5, хочу через 5, чтобы кто-нибудь один написал мне в фейсбуке «Дмитрий, привет! Я вот был вот тогда вот здесь вот под Екатеринбургом и вот мне так понравилось. Вот этого я хочу, чтобы я посмотрел там в профиле этого человека, а у него там 2 миллиона подписчиков. И мы поехали бы где-нибудь потусовались. Вот это интересно, вот это кейс. Вот. Дайте мне тишины, я уже близок к концу. Тихо! Так, в общем, что можно делать? Снимать блог, можно писать статьи, можно завести блог где-нибудь еще. Лучше делать это все, везде и сразу. Это прям, даже если будет не очень хороший контент, я буду ставить прям вот пятерки у себя в голове. Буду отмечать тех, кто делает везде. То есть вы можете параллельно вести и в ютубе свой видеоблог с ежедневным тем, который вы снимаете, и вы можете этот же блог дублировать в сеть, с которым в телеграме. Понимаете, да? И там выставляют подписчиков в свой канал. И везде мы выкладываем в сеть с хэштегом? Мы выкладываем это в сеть с хэштегом креативный таватуй. Такого хэштега нет, я проверял. Поэтому постим туда только свои новости. Если там появится что-то лишнее, это сразу человек выбывает из соревнования. Если там что-то личное, допустим, очень личное происходит, это сразу будет минус человек. просто другой хэштег придумайте себе внутри. Здесь должна быть только эта информация для учителя, так сказать. Да, все, делайте везде, даже в одноклассниках. Я буду проверять одноклассники. Между прочим, это огромная аудитория, про которую почему-то никто не думает, что там можно стать успешным, хорошим блогером. И собственно тадам, все. Тадам, все.